Приветствую вас. Первое, что приходит на ум сразу после того, как я прочитал ваше сообщение, это, собственно говоря, вопрос. Вопрос. Чего вы хотите от нас, от психологов? Вы не задаете ни одного вопроса. Вы описываете свою ситуацию, вы описываете свои какие-то переживания, да, вы описываете свои моменты, вы описываете то, что вам очень нравится. Тяжело, это, безусловно, понятно, по-другому вряд ли может быть в вашей ситуации, но никакого вопроса вы нам не задаете. В таком случае, в случае, если никакого вопроса вы не задаете, то я надеюсь, что вы понимаете, что я, лично я, попробую вам ответить, исходя из того только, что вы написали. То есть, вот, как вы написали, да, так я и постараюсь вам ответить. Молодой человек, который с вами провел, как я понял, довольно много времени, Он воспринимает вас не только в контексте именно отношений. То есть, вы для него не только субъект отношений. Для своего молодого человека вы еще и средство для реализации своих целей. Для своего молодого человека вы индикатор его успешности, его мужественности, его правильного поведения, ну, и так далее. То есть, тут можно, в принципе, довольно много перечислять еще и, вообще говоря, довольно много говорить. Вот. Но, скажите, молодой человек, начать с вами встречаться, я вот специально сейчас выделю некоторые моменты в вашем сообщении, чтобы было понятнее чуть-чуть. Значит, вот, написано, вы пишите, что вы жили с молодым человеком 5 лет, или месяц, жили далеко от родных, в другом городе. Недавно он предложил переехать в родной город на первое время, пока делал ремонт в вашем родном городе. Точнее, планировать. И вы начали сеть с его мамой. Вот, человек, который живет один, отдельно от своих родителей вместе со своей девочкой, не стал бы менять условия на заведомо более худшие, а те условия, которые предложил вам молодой человек, они, к сожалению, заведомо более худшие, если бы его все устраивало. То есть, если бы ваш молодой человек был бы нацелен на жизнь с вами, он бы не стал думать о приездах. По крайней мере, я думаю так. То есть, ну, делать его ремонт, ну и что. Можно пошить, всегда как-то можно что-то устроить. В любом случае, это существенно часах назад. Люди, которые живут отдельно, очень тяжело переживают потом, когда начинают жить с кем-то. Далее вы переехали, начали говорить о детях, и это вот в тот же момент не очень понятный. То есть, вы заговорили о детях в контексте того, что вы хотите детские, или в контексте того, что вам пора уже с мужчиной заводить детей. И как отреагировал молодой человек на то, что вы заговорили о детях, тоже не очень понятно. Далее вы поссорились через 2 недели, и здесь вы вновь не раскрываете причины вашей ссоры. То есть, да, что поссорились видно, а почему поссорились, на какой почве были ли ссоры раньше до этого, непонятно. Мужчина вас вернул, забрал обратно к своей маме. Знаете, у вас очень часто встречается, значит, мужчина вас вернул, мужчина вас привез, мужчина вас поставил, и так далее. То есть, складывается такое ощущение, что вы целиком и полностью от него зависите. А где во всем этом вы, где во всем этом ваша воля, где во всем этом ваше желание, кроме, я имею ввиду, детей, конечно. Ну, может быть, вы так написали, но складывается ощущение, что вы слишком много ответственности с себя и за себя переношили на молодого человека. Далее, после того, как он вернул вас, через 2 недели вернулся обратно на работу, и в тот город, откуда вы приехали, в продукт, когда она была бы с командировкой, 2 недели человек толком со мной не разговаривал, избегал от логов и СМС. То есть, правильно ли я вас понимаю, что молодой человек после вот этой вот вашей ссоры, после того, как он вернул вас обратно, да, он поехал на работу, в тот город, где вы раньше жили, и где у вас ремонт сейчас происходит, и стал там жить, в этом городе, в командировке. С этого периода он перестал с вами общаться. Знаете, ну, как минимум, возникают такие моменты, возникают такие моменты, первый момент, момент. Вот он что, уехал и сразу перестал с вами общаться, да, то есть просто сразу стал вас игнорировать. И второе, почему, если у него была возможность уехать в командировку, вы сами с ним не поехали? Он вам не позволил? Или что? То есть, получается, как он оставил вас со своей мамой, а сам уехал в командировку. Это, мягко говоря, странное, странное поведение молодого человека. Ну и далее, то, что вы пишете, это то, что он написал вам, что не хочет переезжать, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы пишете здесь, зачем он привез меня в неизвестность и говорил, что любит, хотя я так и думал. Пришел за мной, когда я ушел. Значит, привез он вас в неизвестность потому, что чувствовал отверстками за вас. Но когда начался ремонт в вашем городе, вот эта вот сама атмосфера ремонта, она показала молодому человеку, как бы, другую сторону, может быть, другую сторону вашей совместной жизни. Он увидел, что совместная жизнь, это, ну, достаточно серьезные обязанности, скажем так. И эти достаточно серьезные обязанности человека начали напрягаться. И он решил, что будет лучше, если вы отдохнете, будет лучше, если вы побудете с его мамой. И смена, смена, смена обстановки, по мнению вашего молодого человека, ну, могла бы помочь вам вместе как-то освежить ваши отношения. Когда он, когда он стал жить с вами уже с этой мамой, он ощутил не свободу. Понимаете, с психологической точки зрения, очень похоже на то, что молодой человек увидел некоторую связь между вами и своей мамой. Вы пишите, что вы с ней очень хорошо общаетесь, ну, с его мамой. И этот момент нельзя сбрасывать со счетов. Момент, что вы хорошо общаетесь с его мамой. Значит, вы ладите. Если вы ладите, значит, у вас есть что-то общее. И это общая молодость, человек не мог не увидеть. Возможно, ему это не понравилось. Возможно, он почувствовал себя еще больше привязанным и обязанным, когда жил с вами. Тем более, что была ссора, и тем более, что вы говорили про детей. И непонятно, как он на это прореагировал, кстати говоря. Непонятно совершенно. И после этого он уезжает в город, откуда вы приехали, и живет там один. И, ну, совершенно очевидно, что мужчина ощутил вкус свободы, совершенно очевидно, что мужчина понял эту самую свободу, почувствовал ее. И теперь он понимает, что вот эту свободу он должен терять ради вас. Ну, на данный момент ему это не нравится. На данный момент это не то, чего он хотел бы. Для себя, для, может быть, даже вас, и так далее. И, естественно, он говорит вам о том, что не хочет больше с вами быть. Потому что ему не нравится то, что сейчас происходит с вами. С вами, я имею ввиду, с вами вместе. Из-за этого такой задний ход мужчина дает. То есть, это началось не сразу, это началось не после ссора. Это началось еще, когда вы только переезжали в город из-за ремонта. Это началось, когда вы заговорили про детей. Внезапно мужчина понял, что это не просто жизнь. Кстати говоря, вы, как я понял, не в браке. То есть, вам по-хорошему надо было сперва сделать ремонт, пожениться. И потом только уже говорить про детей. А вы начали говорить про детей сейчас. Мужчина понимает, что сперва от него требуется сделать ремонт. Ну, там, не от него прямо, но все равно. Потом он должен будет на вас жениться, а потом у вас, скорее всего, будут дети. То есть, все вот это вот наказано. Если молодой человек молодой, то ему этого, скорее всего, не хочется. И из-за этого он, собственно говоря, так поступил. Но это осознание приходило постепенно. Он этого еще, он сам этого не понимал. Он чувствовал, что что-то не так. Но что именно, понять не мог и понял только, когда, наверное, уехал от вас в другой город. Ощутил вкус свободы. А до этого все это было, ну так, смутно. Далее, вы пишете о том, что вам обидно. Да, понимаю, что вам очень обидно. Пять лет прожили вместе вы. Но я думаю, что и вы не счете ответственность за то, что произошло. Во-первых, во-первых, как я уже сказал, вот эта вот ваша формулировка, что он забрал меня обратно, пришел за вами. Значит, привез меня в неизвестность, перевез меня в неизвестность и так далее. То есть, если вы соглашаетесь приезжать в город, а в другой, да, то это при идее ваше желание. И если вы соглашаетесь приходить, идти за мужчиной, то это тоже ваше желание. Получается так, что вы этого ничего не хотели, а мужчина вас заставлял. Если мужчина вас заставлял, значит, своей воли у вас не было. А раз так, то, ну, немножечко непонятно, почему вы так делали. То есть, вы, как самостоятельный человек, наверное, понимаете, что в какой-то момент ваше желание совпадало. Это было хорошо, это было правильно, это все были счастливы. Но, как у любых взрослых людей, ваши интересы и взгляды могли разойтись со временем. Тем более, времени прошло немало пять лет. И теперь молодой человек понял, что с вами ему не по пути. Такое бывает. Но другое дело, почему вы и для чего вы теряли себя настолько, что получается, что вы, ну, как бы, наступали на свои интересы. Ради чего вы наступали на свои интересы? Ну, понятно, скажете, вы ради своего молодого человека, ради отношений, ради семьи. Да, это все понятно. Но, ведь молодой человек любил вас, когда вы были самобытными. Молодой человек любил вас, когда вы были самостоятельной личностью. Молодой человек любил вас, как субъекта, носителя своих интересов, собственных интересов. А ведь получает по вашему сообщению, что вы свои интересы полностью предали, и у вас остались только общие интересы ваших молодым человеком и его интересы. И все. А ваших интересов-то не осталось. А если не осталось ваших интересов, значит, не осталось ничего вашего. А если не осталось ничего вашего, то и самобытности вашей нет. А если не давайте самобытности, то вы не можете выступать как полноценный партнер в отношениях. А это значит, что свою привлекательность по отношению к молодому человеку вы начали теряться. Потому что вы стали для него возможной матерью его детей, вы стали для него возможной женой. Но именно той любимой, какой вы были, вы быть, скорее всего, колеснали. И вот за это вы несете ответственность. Потому что не только молодой человек виноват в том, что произошло. Как я уже сказал, и если вы внимательно слушали мой ответ, то вы увидели для себя некоторые моменты, которые зависели только от вас. Вот вы заговорили про детей до свадьбы, до ремонта и так далее. Зачем? Для чего? Почему? Понятно, что вы хотели детей. И, может быть, хотите детей. Это понятно. Но торопиться, спешить, наваливать на мужчину все больше и больше обязанностей, наваливать на мужчину ответственности, этого делать не здорово. Мужчина сам чувствует готовность к тому, чтобы брат-небрат на себя ответственности. И если вы делаете это сами, то есть вы сами давите на него, ну, условно говоря, давите, понятно, что вы не преследуете цели давить, но выглядит это да, что вы давите на него. Так вот, если вы это делаете, то мужчина начинает ощущать ему качество, что вы пытаетесь его окольцевать и подчинить. И вот от этого он сейчас и бежит. От того, что отношения его с вами выглядят исключительно как обязанности. Только как обязанности. Только как то, что он что-то должен вам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот почему так произошло, почему вы так себя поставили? Нужно задать этот вопрос вам. Именно в вашем позиционировании себя в отношениях кроется проблема, потому что обидно вам. Значит, вы потеряли что-то, когда эти отношения завершились. Правда в том, что будучи самостоятельным, независимым, самодостаточным человеком, вы бы не испытывали обиды. Правда в том, что если бы вы были таким человеком, качество которого я назвал, вы бы совершенно спокойно восприняли бы то, что молодой человек сделал. Ибо это его выбор, а раз вы его любите, значит, вы его выбор принимаете. Вы понимаете, что он несчастлив с вами, раз он хочет уйти. И как любящий человек, желающий ему счастье, вы бы приняли его выбор. Но раз вы обижаете его, обижаете его ненавидите, значит, вы что-то для себя получали от него, или хотели получить. И вот это, то, что вы хотели через него что-то получить или получали, нужно не только реализовать, но самостоятельно вам. Но и понять, что именно такая позиция стала следствием того, что с вами сейчас происходит. Не с молодым человеком, нет, а с вами. И для того, чтобы вы от этого избавились, ну не отпустить обиды. Ну и на переформировать обиду, да, переструктурировать ее в нереализованное желание, а желание удовлетворить самостоятельно. Тогда обиды не будет, а появится осознание, что свободный грозный человек делает то, что, в общем-то, ему было нужно, ему было выгодно, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!